Injustice, год первый. В этом видео мы рассмотрим с 20 по 24 номер. Если вы пропустили предыдущие выпуски, то ссылки можно найти в описании. Посмотрев данный ролик, вы узнаете о том, как Супермен со своей командой продолжает диктовать условия и порой переступать некую черту. Бэтмен же, в свою очередь, набрав доверенных героев, обдумывает новые планы, которые, возможно, смогут прекратить тиранию Кларка. Друзья, зацените, какую крутую футболку и оригинальный лонгслив мне любезно предоставил магазин T-Store. Я являюсь большим фанатом хранителей, и теперь данный лонг буду носить с большим удовольствием. Но, решив подыскать под себя что-нибудь яркое, я наткнулся на эту замечательную футболку Железного Человека и остался доволен. Кстати, принты у ребят просто бомбические. На сайте у ребят вы найдете еще огромное множество разнообразных футболок, маяк и лонгсливов. Подобрать гиковский принт на свой вкус не составит труда. Аниме, зомби, игры, кино, комиксы — это далеко не все разделы. Ссылку можно найти в описании. Рекомендую. Нам сообщают, что прошел ровно один месяц с того дня, когда предумышленный акт безумия унес множество человеческих жизней. Джокер уничтожил весь Метрополис. Никаких звуков, никаких выживших до сегодняшнего дня. Сегодня из многих радиоприемников доносится два слова. Я жив. Кларк, Диана и Хелл отправляются исследовать Метрополис, чтобы установить источник сообщения. В конце концов, ребята находят огромный бункер, сквозь который не может смотреть Супермен. Открывая массивную дверь, Кент видит Лекса Лютера. И, как вы уже могли понять, в этой вселенной эти двое хорошие друзья. Супс радуется встрече, а Лекс отвечает, что хорошо выполненный план действий при непредвиденных обстоятельствах помог ему избежать смерти. Тем временем, Бэтмен получает сообщение о том, что Лютер жив. Он успел переместиться в бункер при помощи специально обученного спидстера. Однако, решив помочь другим людям, девушка-бегун погибла. Далее, нас переносит в штаб лиги, где Лекс сообщает героям, что если они действительно хотят добиться мира, то нужно перестать реагировать и начать планировать. И он хотел бы помочь. Диана отвечает, что они не знают, можно ли доверять ему. И на следующей странице мы видим, как самый умный человек на Земле раскрывает тайны личности всех людей в костюмах. Я очень умный человек. Ваши секретные личности не секрет для меня. Однако, я защитил ваши личности. И я защищал ваших близких без вашего ведома. Наше доверие длится уже очень долго. Просто вы не знали об этом. Теперь я хотел бы примкнуть к вам. В начале следующего выпуска мы видим, как Орлица выполняет очередное задание Супермена. Команда Бэтмена нападает на нее и, сбив с неба, усыпляет. Война и голод заставили более миллиона человек мигрировать в Магадиша. И теперь идет сезон дождей. Шатер из палок и старого картона не может устоять против ветра и проливного дождя. Без чистой воды, москитных сеток и крова люди не могут сопротивляться болезням, которые приносят наводнения. На этот раз мы сделали больше. Большинство беженцев здесь женщины. Но есть и мужчины, которые носят с собой оружие. Два поколения мужчин, выросших с оружием в руках, без командования и контроля. Это телохранители и солдаты. Люди, которые должны защищать этот лагерь. Но они приносят лишь боль. Я слышу крики во тьме. Страх. Насилие. Ночь за ночью. Одно и то же. Во всех пятистах лагерях вокруг Магадиша. Никто не приходит к ним на помощь. Но сегодня ночью это закончится. Одна из женщин, наблюдая за действиями Вандервумен, говорит Диане, что это все равно не прекратится. Кто-нибудь заменит этого солдата. Люди будут приходить вновь. Забрав одного, не остановить всех. Не стоит давать ложных надежд. И на следующей странице мы видим, как чудо-женщина жестоко убивает солдата, сдавливая его голову. А после чего заставляет других военных передать оружие женщинам. Со словами, я вернусь, мы не оставим вас так жить. Вандервумен улетает, а мы слышим звуки выстрелов и видим, как на заднем фоне падают тела солдат. На базе лиги идет обсуждение насчет похищения Орлицы. Лек сразу же начинает утверждать, что тут замешан Бэтмен. Это только начало. Вы слишком разделились. Вы не можете быть полицейскими во всем мире. Вас будут похищать раз за разом. Вам нужно больше людей. Я думаю, что знаю, где их найти. Нас переносит в штаб Бэтса, где он сообщает Селине, что необходимо продержать Орлицу около недели. И при этом вряд ли они будут искать ее. Возвращаясь к Лиге, мы видим, как полностью целая Орлица приветствует свою команду, сообщая, что ее не стоит искать. Думаю, что некоторые из вас поняли, в чем тут подвох. В начале следующего выпуска Орлица рассказывает Лиге, что Бэтмен попросил ее передать сообщение, сказав, что не хочет бороться, но они должны прекратить делать все это. Шазам и Флэш предлагают начать переговоры с Брюсом, но Супермен и Диана не собираются ослаблять хватку. И на комментарии по типу, как насчет парнишки, которого вы покалечили в Австралии, Кларк отвечает, Неприятные вещи случаются, но за прошлую неделю мы спасли больше жизней, чем когда-либо раньше. Ребята начинают ссориться, но их прерывает Робин, сообщая, что они все стали марионетками для Бэтмена. Скорее всего, он прислал Орлицу обратно, как оружие, как маленькую бомбу сомнения. Лекс соглашается со словами мальчика, дополняя, что если друзья Кларка чувствуют себя так, то что же думают люди всего мира? Пожалуй, стоит создать общественное собрание. Кент выступает за эту идею, герои успокаиваются. Тем временем, на планете Апокалипсиса Калибак сообщает Дарксайду, что Супермен размяк, он распускает армию в поддержку мира. Услышав это, Темный Лорд отправляет своего сына на Землю с приказом убить Криптонца и захватить Голубую планету. Возвращаясь назад, мы видим Супермена, стоящего на трибуне перед десятками тысяч людей. Я извиняюсь, если мы кого-то испугали. Мы должны были поговорить раньше. Мы выступаем против самого большого зла на Земле. Мужчин и женщин, правительства и режимов, которые очень долго безнаказанно убивали, пытали и угнетали. Я прибыл в этот мир ребенком, и я воспитывался двумя лучшими, самыми сочувствующими людьми на Земле. Я верю в этот мир, ведь я один из вас. Я знаю, есть те, кто не согласен с нашими действиями, но я больше не могу просто стоять и смотреть, как люди Земли страдают. Не тогда, когда у меня есть сила, чтобы это предотвратить. Я понимаю, некоторые из наших действий могут показаться экстремальными, но результатом становится все больше людей, которые теперь не участвуют в ненужной войне. И меньше тех, кто скорбит о своих близких, сыновья, дочери, мамы и отцы, которые, возможно, смогут вернуться домой. Мой друг Лекс Лютер напомнил мне, что мы не рассказали вам, почему мы все это делаем. Он помог нам сформировать идею, и наша идея проста. Ваши жизни бесценны, и мы хотим, чтобы вы были в безопасности. На следующей странице мы видим, как сотни посланников Дарксайда нападают на жителей Земли. Взлетевшего Супса Калебак мгновенно сбивает, а после чего, заглянув в глаза человека из стали, инопланетянин понимает, что с ним что-то не так. Не произнося ни единого слова, озлобленный Кларк летит на врага. Начинается настоящая бойня. Супер наносит один удар за другим. Калебак просто не успевает ничего сделать. Тем временем раскрываются подробности нападения. Оказывается, бойцы Дарксайда нападают на людей по всему миру. Шанхай, Москва, Мумбаи, Стамбул. Бэтмен сообщает своим товарищам, что самые известные города на Земле подвергаются атаке. Они стараются принести как можно больше смертей, и Готэм будет следующим. Кидая предводителя в каменную твердь, Супермен просит его остановить вторжение. Калебак отвечает, что Криптонец совсем не изменился, и он не спасет эту планету, так как его жалкий моральный кодекс заставит смотреть Кларка, как Землю поглощает пламя. И со словами врага, если ты не можешь отнять жизнь, то ты не можешь вести войну. На Супермена накидывается огромное множество слуг тьмы, а их лидер прижимает его к Земле. Слыша миллионы различных мольба помощи, Супермен срывается, глаза Кента начинают светиться ярко-красным, и со словами «Не в этот раз». Бывший герой истребляет тысячи приспешников Дарксайда, обугленные конечности летят во все стороны, инопланетная кожа плавится, а крики боли заглушают все вокруг. Калебак удивленно говорит, что он не думал, что человек из стали способен на такое, а после чего сын Дарксайда сдается. Кларк отвечает, что он не получит возможность уйти просто так. И на следующей странице мы видим, как Криптонец начинает избивать предводителя. Калебак молвит, что Супермен не может убить его, так как он бог. С криком «Мне все равно!» Супермен вбивает обмякшее тело врага в камень. В мгновение ока Кларк перемещается к Барри. Между героями начинается диалог в замедленном времени. Супс предлагает не сдерживаться и не позволяет невинным людям умирать, в то время как герои обращаются с этими захватчиками осторожно. Ален отвечает Кенту, что он пришел к нему не для того, чтобы поговорить, а за разрешением убивать. Ты можешь думать быстрее, чем кто-либо другой на Земле. Ты можешь придумать любой другой способ, чтобы спасти все эти жизни? Нет. И тогда Супермен с невероятной скоростью начинает пробивать одного пришельца за другим, уничтожая захватчиков. В это время Канарейка и Оливер уже прощались с жизнью, оставшись без оружия и подкрепления, но внезапный геноцид Супера выручает их. Земля спасена, люди радостно выкрикивают Супермен, а Лекс поднимает руку псевдогероя, демонстрируя людям их спасителя. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать свои комментарии касательно этих выпусков, а также вступать в мой паблик в ВК. Следующая часть, скорее всего, в течение недели. И не забывайте, что крутые футболки-гик тематики вы можете приобрести по ссылке в описании. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok